Всем привет, вы на канале Кайпал Палодинс. Сегодня будет такой обзор на лимитированный режим Перестрелка с поддержкой. До конца этого режима осталось 34 минуты. Изначально было около 3 дней. Давайте описание прочитаем. Сосредоточьтесь на исцелении. Играйте только за чемпионов поддержки с уменьшенной перезарядкой. То есть у всех чемпионов вот этих челиков, чемпионов поддержки, уменьшена перезарядка. Давайте каждого рассмотрим для этого режима и потом само собой поиграем. Если мы конечно успеем. Ну нет, по-любому успеем за 30 минут. Ладно, Лилит. Как мне кажется, у нее неплохой урон. Она может наносить урон и магией крови, и стаей. Убегать с помощью Крылья Смерти. Неплохая ульта. Я бы советовал играть через талант... Да я не знаю, через какой хотите такой играть. Лилит это не мой персонаж. Я за него плохо играю. Нолдемба. Как по мне, это вообще идеальный персонаж для этого режима. Бросок Кобры. Вы можете стрелять этой Коброй, и потом, когда вы перезаряжаетесь, если вы играете через ловкие пальцы, вы перезаряжаться будете очень быстро. Вы можете оглушать. Дух Исцеления. Вы можете с помощью этого Духа Исцеления хилить самого себя, если будете играть через карту Ритуальная Магия. Потом Тыква. Она наносит урон по врагу. Это отличная карта. Я советую играть через Гнев Викона. Ну, конкретно на этом режиме. Отличная способность для побега. Тем более, здесь будет не 8 секунд, а где-то секунд 5, потому что перезарядка уменьшена. Ужасный Змей. Офигительная ульта. Я думаю, вы знаете, что он делает. Дженс для этого режима тоже подходит. Серис, как по мне, не очень. За Дженс можно играть через Двойную Звезду, либо через Силу Космоса. Пип. Это вообще идеальный персонаж для этого режима. Я уже как-то играл на нем, на этом режиме. И мне прям понравилось. Инь. Сегодня я буду играть за нее, потому что из всех этих персонажей я даже играл за Ио и Рэй, несмотря на то, что я их еще не купил. В этом режиме можно играть за всех персонажей, даже если они у вас не куплены. За всех персонажей именно поддержки. Сегодня буду играть за конкретно Инь. Давайте пока будем искать катку. И приблизительно посмотрим, сколько она будет искаться, чтобы посмотреть онлайн этого режима. Корвус. Как по мне, он тоже подходит для этого режима, но я бы за него не играл, потому что я не умею за него играть. Фурия. Ну, Фурия неплохой, кстати, персонаж. Особенно для этого режима. Грок. Этот персонаж, у него есть пассивный эффект, где он сам себя хилит. Ну, на 20 единиц здоровья. Идеальный персонаж, если играть через свирепость. На конкретно этом режиме. То есть, ты должен наносить урон, нежели хилить. Что я могу еще выделить? Глаза. Отличная способность для побега. Цветок. Это самоотхил, либо отхил своих союзников. Парализующий брусок. Идеальная способность. И метательный топор. Обычная способность. То есть, обычная стрельба. Так, давайте посмотрим. Буду играть через Инь, как я уже и сказал. Давайте посмотрим, кого возьмут мои тиммейты. Корвус 40 левела. Ну, смотрите, он, я думаю, умеет за него играть. Я вижу, он его качает. Фурья. 51 левел. Нет, вот здесь, я думаю, мы выиграем. Здесь из нубов, наверное, только я. Лилит, я тоже думаю, умеет играть. У нее там скинчики есть. Заряженная такая дама. Если это дама, конечно. А не парень. Так, давайте посмотрим дальше. Фурди 1-1-2-2 не берет персонажа. Я, наверное, вырежу этот момент, потому что не хочу ваше время тратить. Все. Персонажи выбраны. Фурди взял Рэй. На левого левела. Я вижу, он хочет ее просто затестить. Неплохой выбор, но... Ну, Рэй, у нее неплохой урон. Но не знаю, сможет ли он за нее играть. Так, у врагов 3 лилит. Я не понимаю, почему это этот режим все берут лилит? Неужели это такая имба? А, я просто играл за нее, и она не особо понравилась. Мел Дэмбо. Ну, я уже обосновал, что Мел Дэмбо это офигительный персонаж для этого режима. Фурия. Ну да, неплохой тоже перс. Но я думаю, наша Фурия будет получше. Потому что... Потому что тут и левел больше. И... Скиншки всякие купленные, если она, конечно, покупала. Так. Через какой талант будем играть? Либо через фокус линзы, либо через резонанс. Давайте через фокус, хотя... Да, через фокус линзы. Буду играть через стандартную колоду. У меня своей нету. Целебное убийство. Здесь я буду не хилить, а именно наносить урон. Небольшая реклама, отвечу. Реклама на канале, на котором три подписчика. Отлично. Так, Мел Дэмбо. А прям Мел Дэмбо неплохо так отхиливается на своей же тыкве. Хорош. Откуда? Сзади. Нет. Сзади Мел Дэмбо. Аааа. 0-3. Они лидируют. Даже не знаю, что выйдет в итоге. Хорош, первое устранение. И первое убийство. Первое убийство. Отлично. Я мало комментирую, потому что я прям сейчас нацелен на игру именно. Я не хочу проиграть. Всем три счет. Ой, меня сейчас заденут. Нет, не заденут. Атакуем, атакуем, атакуем. Раш, раш, раш. Так, третье убийство. Отлично. Четвертое убийство, да. Зачем я их считаю? Это командное. Какой же я косой, а? Там кажется, ставка. А, нет, нет. Какая-то. Отлично. Отлично. Мне этот режим нравится. Мне нравится, что здесь он не филлеры. Ой-ой-ой, это как? Багряное сердце так много урона наносит. Возьму-ка я укрытие, чтобы меня так сильно не дамажили. Так. Возможно, когда вы уже смотрите это видео, хотя, скорее всего, это так. Этого режима уже нет в игре. Но, я думаю, смотрите, все равно стоит это видео, чтобы просто знать, что это было бы наше игре. Нашей любимой игре вознесли. Возможно, и нет. Так. Так. Два лилит, две лилит активировали свои ультимейты. Я активировать их не буду. Минус. Ой-ой-ой. Мол, дэм будет унул. Так. Последняя пичка? Нет, не последняя. Две пички надо будет уйти. Но я не попал просто, так бы одна хотела. Нет, здесь мы выиграем. 22-7. Изначально мы вот прям жестко встревали. Здесь такого нет, не наблюдается. Это очень хорошо. О, сколько я урона на него. Отлично. Два пила. Я чувствую, что урона урона не может быть сильнее. Помогите мне с этим виноватом! Я думал, что он попытается убежать. Сначала глушить меня, а позже убежать. Так. Отлично. Ну пока все идеально, как мне кажется. Мы прям хорошенько лидируем. Так, откуда с урона? А, я сейчас урона, урона смогу. Отлично. Вот, наконец-то. Иллюзия я его убил, либо же обычная атака. Так. Если что, я урона, так что я могу немного рисковать. Не, ну коже у нас отлично. Он прям ультует по делу, то есть... Вот, смотрите, два фрага сделал. Мунтор. Это легчайшая победа. Даже как-то неинтересно. Давайте посмотрим на статистику, кто сколько урона нанес. Может быть, за этого персонажа и стоит играть, который больше всего урона нанес. Если это, конечно, не инь. Так. 51 тысячи урона. А, больше всего я урона нанес. Да. Ну вот, посмотрите на счет Корвуса. Корвус реально умеет играть. Алена. Сделал три фрага. Ну, неплохо, неплохо. Что касается врагов, у них больше всего урона нанесла вражеская лилия. Отлично. Ладно, что могу сказать насчет этого режима. Через 24 минута он пропадет. И мои последние слова. Это отличный режим. Если он когда-нибудь еще появится в игре, я советую вам обязательно на нем сыграть. Откаты способностей невероятно быстрые. Ну, это придает динамики. Если брать еще с... Ну, если играть на этом режиме и брать еще хронос, качать его на максимум, то это вообще получится дичайшая имба. Спасибо, что вы смотрели это видео. Меня похвалили за мастерство. Я не знаю кто, но огромное спасибо за это. Всем пока, увидимся в новых видео.